Это снова Сергей Черняков, Берулина Мобилина. Сегодня мы с вами поговорим про генемигунгс и оклевок. Что это такое и с чем это едят? При купле-продаже объекта недвижимости в Германии на процедуре должны присутствовать минимум три стороны. Это продавец, это покупатель и это нотариус. И, собственно говоря, в Германии имеется три способа подписания договора как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. Самое простое это когда продавец и покупатель лично присутствуют у нотариуса при подписании договора купли-продажи. Но в последний год, из-за год-полтора, из-за коронавируса это все менее и менее возможно. Вторая возможность. Продавец и покупатель или продавец или покупатель дают кому-то, например, риэлтору, право их представлять. В таком случае делается специальная доверенность. Доверенность утверждается либо у нотариуса по месту жительства, местного нотариуса с апустилем, либо у консула Германии, в той стране, в которой вы проживаете. Повторяюсь, консул в иностранной стране является иностранным нотариусом. То есть консул Германии, в какой бы то ни было стране, это немецкий нотариус. Итак, у консула Германии этот договор тоже можно утвердить, заранее выписав доверенность с помощью консула или нотариуса. И третий вариант. Подписывается документ под названием Genemigungsklerung. Заявление об утверждении. Что это значит? Это значит, что вы кому-то, например, риэлтору, дали право представлять вас на подписании без доверенности. В таком случае доверенность выписывается после подписания. А договор до получения доверенности специальной не вступает в силу. Эта специальная доверенность постфактум называется по-немецки Genemigungsklerung или заявление об утверждении. Это заявление подписывается опять-таки либо у немецкого консула по месту вашего жительства, либо у нотариуса по месту вашего жительства, плюс опустиль. Теперь внимание. В таком договоре об утверждении всегда указывается сумма сделки. А на многих сводят сумма. Я объясню почему. В этих договорах указывается сумма в половину сделки. То есть, допустим, вы продали квартиру за 100 тысяч, в договоре будет указано 50 тысяч. Вы продали дом за миллион, будет указано 500 тысяч. Почему? В зависимости от суммы сделки взымается государственная пошлина. И по немецкому закону в таких договорах, в заявлениях об утверждении Genemigungsklerung должна быть указана половинная стоимость для того, чтобы уменьшить вашу пошлину. По немецкому закону эта пошлина рассчитывается с минимальной суммы в 5 тысяч евро и максимальной суммы в миллион. Все, что попадает половиной стоимости вилку между 5 тысячами и миллионом рассчитывается в половину стоимости. Пример. Вы продали квартиру за 50 тысяч, будет указано в договоре заявление об утверждении, что стоимость сделки 25 тысяч. Вы продали за миллион 500 тысяч, будет указано 750 тысяч. Но если вы продали что-то по цене в 9 тысяч, то будет указано 5 тысяч, потому что минимальная сумма в этой доверенности 5 тысяч. Если вы продали что-то за 10 миллионов, то будет указано миллион, потому что максимальная сумма, с которой рассчитывается пошлина, это миллион. Я надеюсь, что вас не запутал. Оставайтесь с нами, задавайте ваши вопросы, ставьте лайки и делитесь этой новостью. Сергей Черняк, Берлина Мобилин. Пока!